Привет, друзья! С вами проект Первый Видео Авторынок. Сегодня мы поговорим с вами о механической коробке передач. Что это такое механика? Механическая коробка передач – это такая коробка, в которой водитель сам выбирает передачи вручную, без каких-либо электронных помощников. Они бывают 4-5-6 ступенчатые. Какие плюсы и минусы есть у такой коробки? Если вы любите скорость, то эта коробка для вас, так как вы будете лучше чувствовать автомобиль и машины с механикой динамичнее, чем автомобиль на любой другой коробке. Также, если вы любитель бездорожья или часто ездите по трассе, то опять же, эта коробка именно для вас. На бездорожье вы будете лучше чувствовать машину, а по трассе ваш автомобиль будет экономичнее. Если вы покупаете машину из 90-х или начала 2000-х, то стоит рассматривать именно вариант на механике, потому что на автомате с такой коробкой будет уже машина с исчерпанным ресурсом. Ремонт автомата очень дорогой, а если это механика, то, в принципе, недорого и сделают эту коробку хоть где. Машину на механической коробке передач можно очень долго буксировать. Если коробка сломалась, то тоже вы автомобиль легко оттащите до места стоянки или ремонта. Если же ваша машина заглохла, то ее можно завести с толкача, как говорится. То есть это все плюсы именно механики. И также у механической коробки очень большой ресурс. Но есть также и минусы. Один из минусов это то, что на такой коробке будет очень сложно ездить новичку, даже просто стронуться с места. Также нужно тщательно следить за выбранными оборотами, чтобы не перегружать мотор. И при перепродаже автомобиль на механике дешевле получается. Но это можно также отнести к плюсам, потому что вы будете машину покупать, и она будет дешевле. Если вы решили покупать машину на механической коробке передач, то нужно ее проверить. Сделать это можно сразу на месте. Ну, конечно, стопроцентной гарантии вам никто не даст. Но все же вы можете найти кое-какие изъяны в том автомобиле, который вы смотрите. Могут быть шумы в коробке на месте. Могут быть шумы в коробке на ходу. Также, когда вы ее проверяете, давайте иногда газу очень резко, да. Либо на холостых оборотах. В общем, шумы могут быть и так, и так. Не должно быть никакого хруста, скрежета. Все это будет говорить о том, что ресурс коробки уже на исходе. И стоит либо просить скидку у продавца, либо вообще рассмотреть другой вариант автомобиля. У меня на этом все. Выбирайте для себя автомобили на механике. Это очень крутая вещь для настоящих мужчин. Подписывайтесь на наш канал Первый Видео Авторынок. Находите нас в Инстаграм. И заходите на наш официальный сайт вам1.ru. Спасибо за внимание. И всем пока. Продолжение следует...